Здравствуйте, уважаемые соотечники! Сегодня я свой эфир хотел посвятить похищению Аблаваса Джумаева. Аблаваса Джумаева похитили 5 августа и где-то приблизительно в ночь на 8 августа стало известно, что якобы он ушел сам, опасаясь, что будет нападение на его семью. Мы все знаем, что вокруг именно этой семьи происходит большая концентрация и внимание со стороны Комитета национальной безопасности, который действует силами полиции города Актал. Давайте мы сначала поговорим о фактах, которые произошли, а затем поймем причины, почему Комитет национальной безопасности, режим Назарбаева так боится именно Айгуль Акберды. Как известно, Айгуль Акберды, очень известный общественный деятель, ее пытались посадить на 5 лет предварительно мужа Аблаваса Джумаева, который еще в марте 2018 года на акции демократического выбора Казахстана просто шел с голубым шаром, его просто задержали, а затем осудили на 3 года, предварительно длительное время держа его в СИЗО. И многие, наверное, еще не знают, что Аблаваса Джумаева подвергался мощнейшему давлению, умирал его отец, когда он находился в тюрьме, он умер в этот период, и Аблаваса Джумаева не отпрустили на похорон отца. Он испытывал мощнейшее давление, чтобы он раскаялся и сказал, что он случайно стал поддерживать демократические выборы Казахстана, но он выстоял. И следующий был этап давления на его жену Айгулек Берды. Эта семья имеет 4 детей, и, конечно, наступила ситуация, когда дети могли вообще остаться без своих родителей. Айгулек Берды позвала свою мать на помощь, она была уверена, что ее посадят в тюрьму, и была настроена решительно, она не собиралась сдаваться. Я считаю, что именно ее такой поступок, даже тогда, когда ее мужа арестовали, когда она осталась без средств существования, когда именно она сама уже должна была попасть в тюрьму, и тем не менее она упорно стояла, я считаю, что эта женщина проявила беспримерный героизм. Это наша казахская Жанна де Арк, которая была готова всем пожертвовать, но а не отступить от своих принципов. И, собственно, все это привело к тому, что судьи города Ахтау, они поддержали ее, отказались ее осудить на 5 лет, как того требовала власть. И судебным решением это дело было возвращено назад на дополнительное доследование, но при этом сами суди, председатель городского суда города Ахтау был отстранен от своей должности. Более того, на него было совершено нападение, машина предполагала, что он могла наехать. Эта история была два года назад. Именно своим упорством, беспримерным мужеством Айгуль вдохновила тысячи наших граждан. Это привело к тому, что сопротивление власти стало нарастать. Айгуль Акберды получил огромную поддержку со стороны общества, и даже тогда, когда ее муж был посажен в тюрьму, она была лишена любых доходов, на которые могла бы задержать свою семью. Именно в этот момент наши граждане откликнулись и начали помогать этой семье. Я хотел бы поблагодарить всех казахстанцев, которые сделали свой вклад, чтобы эта семья выстояла, чтобы наша Айгуль Акберды проявила свое мужество, оставила свою честь, свою позицию. Она показала, что наши граждане тоже такие же мужественные, сильные, как украинцы, как белорусы, как грузины, как армяне. Я знаю, что многие наши граждане разочарованы и говорят, что казахи, они вот слабые и так далее, не такие, как грузины, армяне и так далее. Вот я бы так сказал. Пример нашей Айгуль Акберды показывает, что казахи такие же, как любые другие национальности, как русские в Хабаровском крае, которые упорно отстаивают свою позицию, как украинцы, и любые другие национальности. В этом смысле, я считаю, Айгуль символ борьбы, символ единства, символ духа нашего народа, мать четверых детей. Несмотря ни на что сопротивлялась этому режиму, я считаю, она выстояла, и выстояла в том числе, в первую очередь, благодаря поддержке нашего народа. Поэтому режим, понимая, что Айгуль Акберды является, по сути дела, очень сильной женщиной, подает беспримерный повод и пример для наших граждан, чтобы они могли бороться, они вокруг нее концентрируют все время свое внимание, придумывают разные провокации, оказывают мощнейшее давление. Айгуль Акберды накануне похищения ее мужа посетила Талабкер, буквально за двое суток, преодолев расстояние порядка 4000 километров. Представляете, за двое суток. И я, честно говоря, просто восхищен этой женщиной, ее беспримерным мужеством. А затем, когда она вернулась обратно в Ахтау, началось мощнейшее давление на нее лично, на ее семью. И здесь, понимая, что давление на Айгуль Акберды вызовет гнев всех граждан нашей страны, режим подло начал оказывать давление на ее мужа, который прошел тюрьмы, был в СИЗО. Затем его отправили в Атаравскую тюрьму, дали ему срок 3 года. И после сильнейшего внутреннего давления, международного давления, отсидев 14 месяцев, ее муж Аблавас Жумаев был выпущен под пробационный контроль. То есть, фактически, его регулярно принуждает отмечаться в органах пробационного контроля. И при этом это делают в условиях карантина, когда они живут за городом во Времянке. И когда общественный транспорт не ходит, им все время звонят сотрудники полиции и предлагают, чтобы он поехал, отмечался в пробационном контроле. Хотя, зачем? На одном телефоне, на одном звонке это можно сделать. Более того, если это им сильно нужно, они могут сами приехать и поставить галочку, что он никуда не делся и не убежал. Но, в любом случае, полиция оказывает давление. И вы понимаете, что полиция, она не заинтересована, чтобы вот на ровном месте, что называется, создавать проблемы. Но они действуют по приказу Комитета национальной безопасности. Айгуля Акберды и ее семья полностью под контролем Комитета национальной безопасности. Потому что все ее действия привели к тому, что были созданы прецеденты, когда судьи отказались исполнять приказы из Астаны. И она не была осуждена. Когда Айгуль упорно сопротивлялась, работники полиции просто не знали, что с ней делать, потому что чувствовали огромную поддержку. И вы понимаете, что там все люди друг друга знают. Это не очень большой город. И это все привело к тому, что это вызвало массовое недовольство, массовое недовольство режимом. Потому как пытаются расправиться с этой семьей. Многодетной семьей, которые живут за городом, во времянке. Аблаваса Жумаева уволили повсюду. Их лишили дохода. Тем не менее, эта семья справляется со своими проблемами. И справляется самостоятельно. И помогает народ. Я считаю, что это такой очень сильный очаг сопротивления, который раздражает власть. Они хотят подавить, раздавить Айгуль Акберды и Аблаваса Жумаева. Чтобы сказать, и не таких ломали. И на этом примере запугать все граждане нашей страны, чтобы выбросили из головы идею прийти к свободному обществу, стать демократической страной. Как сейчас делают это белорусы, борются, выходят сотнями тысяч на улицы. Именно поэтому эта семья подвергается мощнейшему давлению. Аблавас Жумаев был подхищен именно 5 августа. Я хочу сказать, именно похищен. Он никуда сам не убегал. Он пришел, подавленный глубоко ночью, в грязной одежде. И сказал, что он пропал на трое суток. Якобы потому, что сильно испугался, испугался за семью. Испугался вот этого непропорционального давления, которое испытывает их семья. Но представьте себе, что человек, друг, в домашней одежде, в домашней обуви, вышел из дому и пропал, не предупредив семью, не взяв в руки телефон. Более того, Айгуля Кберде обнаружила, что когда он выходит за пределы этого огороженного дома, когда там появляются некие бандиты в обличии полицейских, он всегда выходит фактически в руках, держав в руках тяжелый предмет. Но этого не было. Этот предмет вдруг оказался в другом месте. Было видно, что с этим предметом Аблавас Жумаев вышел из дома. Действительно, он вышел из дома и был похищен со двора этого дома. Именно со двора. Потому что двери от забора были закрыты. Дом огражден. Поэтому, конечно же, когда Аблавас ночью, через трое суток, появился в грязной одежде и сказал, что он бежал, чтобы спасти семью, что говорил, что почувствовал и увидел угрозы, конечно, это не выдерживает никакой критики. Это было сделано именно Комитет национальной безопасности в лице председателя Карима Масимова и его первого заместителя Самата Абиша, племянника Нурсултана Назарбаева. Когда эти события произошли, я сразу проинформировал, что такого рода действия не производятся без приказа сверху. Именно Комитет национальной безопасности дал команду организовать похищение. И фактически речь шла об убийстве Аблаваса Жумаева. Когда в феврале 25 февраля этого года убили Дулата Гадила, власть думала, что запугает народ. Но события в Талабкере, вот АС, на которые собралось около тысяч человек, показали, что власть, применяя свои старые технологии убийства, именно известных политических деятелей, ничего не добилась. Да, в 2005 и 2006 году власть, убив Замамбека Нуркадилова, Алтамбека Сарсимбаева и его помощников в феврале 2006 года, они неким образом оказали давление на людей. Многие испугались, это правда. Но сейчас время изменилось. Сейчас такого рода убийство приводит к тому, что только люди выражают свои возмущения, все больше и больше ненавидят эту власть и присоединяются к оппозиционному движению. И когда они похитили Аблаваса Джумаева, они думали расправиться с ним, но в связи с тем, что прозвучали прямые обвинения в адрес Карима Масимова, Самата Абиша, а также ряда людей, которые имеют прямое отношение к Тимуру Кулебаеву, они задумались и решили вернуть его обратно, Аблаваса Джумаева, но при этом, оказав мощнейшее давление, сказав, что они расправятся с его семьей, с четырьмя детьми и с его женой Айгуль Акберды. Это для нас очевидно, потому что Айгуль Акберды нашла дополнительные факты в лице разных записок, которые написаны на казахском и русском языках, а, как известно, Аблавас Джумаев всегда пишет только на казахском языке, тем более записки, которые заранее он озвучил эту версию, что якобы он покинул дом, опасаясь нападения на его семью, пытаясь спасти свою семью. Эти бумажки были написаны, найденный Айгуль в его карманах брюк, в грязных брюках, полностью одежда была грязная. Аблавас Джумаев говорил, что три года якобы он где-то внутри города бродил, встретил какого-то человека, попросил его телефон, заглянул и понял, что семья его переживает. Но это и так было очевидно. Если человек неожиданно пропадает, семья немедленно бьет тревогу. Поэтому все эти слова, произнесенные им, конечно, выглядят нереальными. И, собственно, когда он пришел ночью домой, а затем добровольно пошел в полицию и заявил о том, что он вернулся, его посадили на 10 суток, обвинив, что якобы он вышел на несанкционированный митинг. Это был тот день, когда Айгуль Акберды задержали, и он пошел в сторону РОВД, чтобы выяснить, где его жена, его обвинили в несанкционированном митинге, участие несанкционированного митинга, задержали, потом отпустили. А вот теперь его посадили на 10 суток по происшествию определенного количества дней. Представляете, каким образом власть пытается скрыть следы своего преступления. Замысел их понятен. Они хотят его посадить на 10 суток. Затем сказать, что он около двух лет не досидел в Атаравской тюрьме. Сказать, что он нарушил пробационный контроль. Посадить его на два года и таким образом скрыть следы своего преступления, чтобы Аблавас не рассказал, как его похищали, где он содержался и что вообще с ним делали. Поэтому, уважаемые друзья, мы таким образом хотим показать, что наша власть применяет регулярно такие приемы, как шантаж, похищение, убийство. Вы недавно видели, как кандидат президента Белоруссии Светлана Тихановская, опустив глаза, читала заготовленный текст, которым она призывала людей остановить протесты, хотя Тихановская выиграла. И затем вышло второе видео, в котором она говорила о том, что она испугана, что испытывает мощнейшие страдания и давление, и прямо сказала, что это связано с ее детьми. Здесь в этом случае произошло то же самое. У меня в 2013 году тоже похищали мою жену, похищали мою шестилетнюю дочь. И эти методы всех авторитарных руководителей стандартные. Они убивают, похищают, шантажируют. То же самое произошло с семьей Аблавас Джумаева. Именно Айгуль Акберды, упорная активистка, которая четко отставит свою позицию, явилась по сути объектом атаки Комитета национальной безопасности. Комитет национальной безопасности боится таких несгибаемых людей, боится очень сильно именно женщин, многодетных матерей, которые своим примером дают людям, показывают путь, когда можно сопротивляться и стоять. И таким образом можно изменить страну. Уважаемые друзья, я хочу сказать, что мы должны добиваться освобождения Аблаваса Джумаева, потребовать, чтобы эта власть прекратила давить на эту семью. Я благодарю вас за то, что вы оказали всемирную поддержку этой семье. Мы обратились с просьбой помочь материально Айгуль Акберды, пока муж ее находится в тюрьме. Эта власть лишила их любых средств существования. Они живут во времянке, у них четверо детей, мужа лишили работы. Сейчас его посадили в тюрьму и хотят отправить его в Атаравскую тюрьму сроком на два года. Фактически, таким образом, эта власть хочет сломать семью Аблаваса Джумаева. Они хотят запугать Айгуль Акберды, эту нашу казахскую Жанну Д'Арк. Поэтому еще раз, уважаемые друзья, я обращаюсь к вам с призывом помочь семье, помочь Айгуль Акберды. Мы в этом обращении еще опубликуем ее реквизиты, куда перечислять деньги. Я уверен, что чем больше у нас будет таких активистов, как Айгуль Акберды, как Аблаваса Джумаева, мы тем быстрее придем к победе. Мы построим сильную страну. Сильную страну могут построить только сильные люди, сильные упорные, как Айгуль Акберды и Аблаваса Джумаева. Давайте поможем этой семье, давайте мы добьемся смен режима в этом году. Я уверен, что белорусы в ближайшее время добьются смены политического строя, выгонят этого усатого таракана Лукашенко. И мы тоже этого можем добиться, потому что у нас есть такие люди, как Айгуль Акберды, и режим это понимает. Именно поэтому режим их преследует. Режим боится таких людей, как Айгуль Акберды. И я уверен, что у нас в Казахстане много таких людей, и мы победим. Алга, Казахстан!